МГУ Встречу приурочили к 300-летию принятия Петром Первым титула «Император» и провозглашения России империи. Впрочем, напомнил собравшимся Сергей Нарышкин, этот исторический факт не привел к моментальному признанию нового статуса нашей страны. На Западе сложилась определенная иерархия империй. Ведущими среди них были колониальные, то есть стремившиеся охватить своим влиянием весь мир или значительную часть мира, опоясать другие страны плотной сетью экономических обменов, причем, замечу, обменов неравноправных. Нынешнее агрессивное доминирование Запада в международной политике, идея однополярности и так называемых демократических интервенций, в каком-то смысле это наследие тех империй. Любая империя – это многосоставное, многонациональное государство, поэтому сквозным сюжетом ее истории является поиск баланса между принципом централизма и идеями автономии. При этом Российская империя, будучи равной помощи Сосманской империи или Британской, имела свои уникальные особенности. Солидарен с теми выступающими, которые говорили о том, что у нее очень много отличительных черт от тех классических империй, которые существовали. И в этом мы солидарны все. Это значит, что мы должны признать, да, была, но была особой империей, которую можно сравнивать по разным, по нескольким параметрам с Британской, с Османской империей, но она неповторима. И вот эта ее особенность, неповторимость Российской империи – это наше историческое богатство. Своё приветствие участникам кругового стола направил также патриарх московский в Сеяруси Кирилл. Он подчеркнул, что после воцарения Петра Первого наша страна вступила на новый путь культурного и социально-экономического развития. Несмотря на различные взгляды историков, продолжающих спорить о последствиях задуманных им преобразований, в том числе о церковной реформе 1721 года, время правления Петра Великого характеризуется как период, когда Россия стала могущественной православной державой, с позицией которой считались другие ведущие государства мира. Какие черты империи унаследовал Советский Союз и был ли он империей – хороший повод для разговора об исторической преемственности представится уже в следующем году, когда будет отмечаться столетие СССР. Служба информации фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова